Всем привет! С вами видеоблог WarStory. Сегодня длинноклинковое немецкое холодное оружие у нас в студии. Итак, хочется рассказать охренительную историю про то, как я нашел саблю с эфесом блюхеровского типа, которых очень мало встречается на период Третьего Рейха. Эта сабля заказная и на стриме, который я вел из Нью-Йорка, я уже эту саблю показывал, но к сожалению там качество так себе. Кстати, кто не видел стрима, я его пока не удалил с канала. Там качество так себе и не рассмотреть ее полностью в деталях. И вот я обещал сделать по ней обзор и я этот обзор делаю. Итак, сабля сразу, чтобы там уж с далека не заходить. Сабля офицерская и сабля с львиной головой, так называемая. Без всяческих свастик на эфесе и это эфес так называемый блюхеровского типа. Вы видите, это ранний рейх еще. Это примерно год 36-й, ну вряд ли 37-й. Я считаю, что это 36-й год. Что же в этой сабле такого прям хорошего, что привело меня и многих коллекционеров и тех, кто видели, как я ее взял в восторг. Получается, что заказная сабля с самого начала и до самого конца. Каждая деталь. В этой сабле, как вы понимаете, обзор холодного оружия состоит из трех основных частей. Это рукоять, клинок и ножны. И все три предмета по сути уникальны. Это не какой-то обычный предмет, на который что-то добавлено. А здесь прям заказное все. Итак, во-первых, как ее распознать, ее уникальность. Посмотрите, какая она широкая. То есть, если мы сравниваем ее с блюхеркой обычной ширины, то мы сразу же видим, что ножны у стандартной блюхерки, это конкретно ультер-офицерская младшего состава сабля. У нее ножны значительно тоньше и прям визуально это видно. В офицерских ничего такого прям уж странного до Третьего рейха не было. Это было в широких ножнах, потому что в основном на Первую мировую войну или на межвоенный период или до Первой мировой офицеры вот такие широкие клинки как раз носили. Казалось бы, что такого странного в большой ширине клинка и ножен? А все просто. Потому что на Третий рейх уже были приняты вот такие вот тонкие клинки и к ним ножны для того, чтобы сабля не тянула портупею уважаемому человеку, офицеру. Потому что уже в то время, естественно, никто саблями не бился. Это исключительно парадный статусный атрибут на тот момент стал и исключительно парадный элемент униформы. Данная же сабля выполнена еще по старому образцу, так сказать, по канонам сабель Первой мировой. То есть мы здесь видим как раз вот эта вот ширина и объем реализованы здесь. Это не типично для сабель периода Третьего рейха и поэтому это выбивается из общей массы сразу же. Открываем клинок и здесь у нас самое интересное как раз и кроется. В трехстороннем травлении клинок, то есть здесь и обух имеет сам по себе травление и с двух сторон мы видим вот здесь такие выделенные синением надписи. Значит Райтер Регимент 2 Ангебург Ост Пруссия. Это переводится как второй кавалерийский полк расквартированный в городе Ангебург Восточная Пруссия. И с обратной стороны мы видим такие вот кавалерийские мотивы, также выделенные синением и по краям двух так называемых на сленге вермахтовых орлов, то есть это имперские немецкие орлы, которые со сложенными крыльями сидят на свастике, сжимают свастику своими лапами. И вот эти вот орлы как раз так называемые эйкхроновские, они вот такой вот формы как на касках на немецких, как на немецких армейских стальных шлемах. И поэтому я вот практически сразу опознал, то есть еще даже не заглядывал по Дефес, но уже понял, что перед нами сабля производства Карла Айкхорна, потому что это классическое травление из каталога. Каталог мы сейчас посмотрим чуть позже, я его покажу. Обратите внимание на глубину проработки и практически вот здесь все без огрехов сделано. То есть это вот как раз то самое еще раннее производство, потому что штыки-то сами по себе в принципе аккуратно достаточно сделаны, но здесь просто вот практически безупречно. И опять же полное совпадение с каталожным травлением. Вы его сейчас видите на экранах, это страница из каталога Карла Айкхорна, вы видите, что здесь в каталоге ничем не выделено этим синением и синением для примера выделено травление, которое изображено чуть ниже. А на нашей сабле здесь можно сказать максимальная комплектация. То есть и травление и синение, ну вот просто вот все что только можно было. То есть сабля изначально в тот момент стоила дорого. То есть ее заказывали конкретно под какого-то человека и под какого-то человека уважаемого. То есть это явно был офицер, не младший лейтенант, мальчик молодой. Вернемся обратно к лицевой стороне, к лицевой стороне травления. Здесь также согласно каталогу вы видите на такой, на выгнутой стороне, именно на правильной стороне нанесен номер полка. То есть эта вся история непростая, то есть у него было травление именно под изгиб. И также посмотрите, весь картуш полностью повторяет каталожное травление Карла Айкхорна. Естественно, потом я заглянул под Эфес с обратной стороны. Вот здесь вот мы наблюдаем белку. Белку уже, которая не в двойном овале, а уже более поздняя, которая с 1936 года по 1941 год эта белка набивалась. Набивалась она штампом. Здесь конкретно. Ну и дальше посмотрим по клинку. Боевой конец здесь, посмотрите, с такой гранью, то есть имитирован двулезвийный боевой конец. За счет этого она очень злобно смотрится при всей своей ширине. Я считаю, что это одна из самых крутых офицерских сабель, которые идут без Дамаска, без еще чего-то. Просто сами по себе по исполнению, вот так вот аккуратнее, по пальцам можно пересчитать. Очень в этом плане крутая работа. Дальше мы продолжим рассматривать ее уже в закрытом виде, потому что так удобнее ее держать. И рассмотрим Эфес. На щитке Эфеса мы видим вот этот вот кавалерийский мотив. То есть щитки были точно также прописаны, можно было заказать разные. То есть шли, например, с львиной головой и можно было выбрать, чтобы это была кавалерия, либо чтобы это была, например, артиллерия со скрещенными пушками, либо вообще какая-нибудь свастик, какой-нибудь орел со свастикой находился здесь на крестовине, на перекрестии. Тем не менее, здесь как раз изображен кавалерийский мотив. И мы его наблюдаем. Это одна из причин, почему до меня несколько человек эту саблю пропустили, потому что лежала она вот таким вот образом. И когда люди читали Райтер Регимент, то есть Райтер это старое еще название, в вермахте его изменили уже потом на кавалерию. И плюс еще широкий клинок, плюс бессвастичный Эфес. И народ просто не сопоставил те факты, что она выглядит немножко отличается от первушной и не перевернул. В итоге я один из первых ее увидел, перевернул и просто это джекпот. Бинго! Дальше. По рукояти. Рукоять уже характерная на третий рейх манеры изготовления. Тем не менее, она очень аккуратная. Здесь все эти лепестки, вся эта грива львиная, все очень аккуратно проработано. Весь растительный орнамент очень хорошо нанесен и очень рельефный. Получается, что этих затекшестей, которые типичны для уже более поздних сабель, их здесь нет. При этом, когда сабли немножко подзаплывшие, это не значит, что они плохие. Это в мировом плане, например, если сравнивать с какими-нибудь еще англичанами и прочими, это крутая проработка. Но для Рейха это практически топ. Также на обоймицу обратите внимание, что обоймица тоже очень подробная и очень тонкая проработка. Опять же, это круто. Кроме того, с обратной стороны еще на саблях разрешалось и было модно наносить инициалы. Например, какую-то свою монограмму. Здесь конкретно есть эта монограмма. Здесь ОН. Нужно будет еще потом разбираться. И чисто теоретически можно будет посмотреть по офицерскому составу. Я уверен, что это не какой-нибудь младший офицер. Чисто теоретически можно будет увидеть совпадение этого имени и фамилии и как-то вычислить персоналию, которой принадлежала данная конкретная сабля. Я же говорил, что она вся заказная. По ножнам. Ножны мы видим также, что они широкие, чтобы именно этот клинок в себя вместить. Поэтому ножны здесь тоже заказны. В итоге такая реально уникальная вещь. И первый раз я вижу, первый раз видит Гельмут Вайтс. Потому что я ему показывал, он так увидел. Явно было, что ему сказать на этот счет. Тем не менее, кто еще смотрел? Томас Виттман смотрел эту саблю. И основное количество дилеров, которые видели эту саблю. Потому что я с ней ходил с гордым видом. А там принято не просто ходить, фыркать, типа зачем тебе это надо. Там реально люди смотрят, обмениваются опытом, общаются, просят друг у друга посмотреть какие-то предметы. И ее посмотрели с крайне одобрительными и удивленными глазами. Потому что они видят, что это полностью стопроцентный оригинал, такой, как он должен быть. Они явно ее хотели. Но подобных они можно сказать, что по пальцам пересчитать сколько раз видели. При этом сами по себе каталожные травления на эйкхроновских саблях очень редки. А чтобы еще и синение было выделено, это вообще редкость. Давайте я еще раз вам покажу, какие бывали травления на саблях. И они вот здесь показаны у нас в каталоге Карла Айкхорна. На одной из последних страниц. Это уже можно сказать, что это приложение. Каталог у меня, к сожалению, немножечко рассыпается. Но это не я. Он так изначально был. Вот мы здесь наблюдаем стандартные травления, которые наносились на штыки с одной стороны. И когда разворот делаем, видим сабельное травление. Самая максималочка, это когда еще с золочением выделено. Но я таких даже не видел. Ни разу не видел. Чтобы именно была подлинная с синением и золочением немецкая на рейх сабля. Вот он 32-93 этот конкретный мотив травления. И мы здесь видим, что с одной стороны это полковое название. То есть сам по себе этот регимент нанесен как раз именно на нужной стороне, на лицевой. И с обратной стороны такой же, в кавычках, с вермахтовыми орлами вот этот мотив. Именно такой же, как здесь повторен. Причем картош точно также абсолютно идентичен. Что интересного еще в этой сабле, что бы хотелось отметить. Сами по себе кавалеристы, то есть в нашем понимании кавалерия это люди на лошадях, как ни странно. Это действительно так и было. Но актуальность кавалерии в современных реалиях первой половины 20 века, она отходила все время на второй план. То есть терялась. И в итоге кавалерия уже к началу Второй мировой войны, она естественно уже в Германии практически изжила свое. Никто уже там не бегал в конные атаки. И кавалерию переделывали в танкистов. И из штаба Второго кавалерийского полка был создан штаб 24-го танкового полка. То есть они стали танкистами. 24-й танковый полк был создан в конце декабря 1941 года. И был сформирован изначально для отправки сразу же на Восточный фронт. На Восточный фронт их прислали примерно в мае 1942 года. И уже, по-моему, в июле. 28 июля, если не изменяет память, это все я дело вычитал в лексиконе. И 28 июня этот танковый полк уже получил боевое крещение в Курской области. Полк сам по себе был не маленький. То есть если мы берем только бронетехнику, а в лексиконе перечислены именно бронетехника, по крайней мере если мы просто открываем страницу этого полка, я ссылку оставлю в описании. Это 32 Panzer II, 110 Panzer III и 32 Panzer IV плюс 7 штабных бронированных машин. И все эти ребята в итоге оказались в Сталинградском котле. И под Сталинградом полк перестал, по большому счету, существовать. То есть какое-то количество оттуда было эвакуировано, но полк вышел на переформирование уже во Франции, в Нормандии уже после Сталинградских событий, потому что у нас здесь на Восточном фронте его уничтожили. Про то, что полк перестал существовать и в том числе естественно мы все понимаем вместе с личным составом, который туда на всех этих танках приехал. Я говорю без сожалений. Это только усиливает значение и если так можно сказать у американцев есть такое понятие сентиментальную ценность данного предмета, потому что это в первую очередь трофей. И трофей такой заказной во всех элементах и очень крутой. Такой есть момент в оценке антикварных предметов, что если, например, вещь кому-то принадлежала, какой-то персоналий, там сразу же идет плюс по цене. Либо если, например, эта вещь была там действительно танковая, то просто есть рынок условно танковых вещей и эти танковые вещи стоят дороже, чем что-то другое. Здесь же все равно кавалерийское еще травление и танковая история уже пошла после того, как эту саблю конкретную заказали. Поэтому это танкистское будущее здесь в цене не учитывается, тем не менее его было бы глупо просто игнорировать. Потому что мы понимаем, что это офицер и возможно это как раз был офицер, причастный к штабу и дальше перешел. И кстати точно также, допустим, у тех же самых танкистов было не принято игнорировать свое кавалерийское прошлое. То есть вот вы, например, на своих экранах видите эмблему 24-го танкового полка, где присутствует лошадь перепрыгивающая через препятствия, преодолевающая даже вот так вот, можно сказать, более литературным языком. Ну и собственно дальше вот здесь вот, например, танк изображен также вот с этой вот полковой эмблемой. И это интересно. То есть эти танкисты свое, так сказать, свои конюшни не забывали. Эта сабля здесь тоже не случайно, она была вместе взята. Предмет сам по себе недорогой, но интересно то, что здесь тоже на травлении, вот в этом картуше вписан номер подразделения и его индекс это Райтер Регимент 2 Ангибург Ост Пруссия. Иными словами, тот же самый второй кавалерийский полк из Ангибурга, Восточная Пруссия. Эта сабля была взята вместе вот с данным предметом. Как говорилось, что данные оба предмета были принесены дядей того американца, у которого я выкупил эти две вещи. Я, честно говоря, не знаю насколько это можно верить, потому что вряд ли это был сначала унтер и потом дальше он стал офицером и сразу такую пушистую саблю себе заказал. Потому что я думаю, что вот эта конкретная пришла к нему уже позже, так сказать, он увидел, что такой же полк и поэтому совместил. Тем не менее, они пришли ко мне в паре и это очень интересно. Травление здесь тоже любопытно разобрать, потому что мы здесь видим такую лошадиную голову, взмыленную наверху и внизу здесь такая вот арматура присутствует. С обратной стороны здесь есть памятная надпись zur Erinnerung und meine Dienstzeit. Точно так же, как на штыках натравленных, это в память о службе. То есть в память о сроке моей службы. Надпись переводится с немецкого. Ну и тоже вот такая вот арматура и сверху, и снизу мы наблюдаем. То есть здесь вот такой вот головной убор, каска и внизу две таких вот сабли изображены. В остальном сабля такая среднестатистическая, ультер-офицерская, но вот с интересным тоже клинком, потому что с двухсторонним травлением ультер-офицерки идут нечасто. Согласитесь. То есть в основном они идут просто обычные и так называемые без ничего. В общем вот такая вот интересная история, которую нам рассказала сама сабля. И я вам интересную историю поведал о том, как я вот так вот нашел. Бывают такие вещи, как вещи-подарки в кавычках называется. То есть не столько, что она была дешевая, например, она не была дешевая совсем. То есть человек все равно ее ценил именно по такой вот проработке. Но просто круто встретить предмет, который хотят все. Которые просто топовые дилеры на выставке MaxShow 2018 увидели и такие «Ела-пала, как ее можно было пропустить?» И зубами скрипнули. Но по-доброму скрипнули, потому что все-таки там в кругу коллекционеров принято друг друга поздравлять с приобретением и с находками каких-то таких вот интересных, прикольных вещей. Ну и на этом я обзор свой заканчиваю. Сегодня же, вот прямо сейчас я планирую снять еще один обзор про советскую вещь, такую тоже из около уникального уровня. Всем вам желаю доброго вечера. Надеюсь, я вас заинтриговал. Ставьте лайк, колокольчик. А, кстати, про колокольчик все знают. Чтобы не пропустить стримы, надо колокольчик поставить. Тогда вам будет приходить уведомление на телефон, когда будет выходить новое видео мое. Ну а теперь точно все. Всем вам доброго вечера и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...